Ну, поговорим больше об iPod. Во многих странах iPod стало синонимом слова в музыкальном проекте. Именно стопроцентным синонимом. Как у нас, ксерокс, скотч. Действительно, я сам своими глазами видел передачу ТОВИК ПОСИИННОЙ АНТОЛИ, ЕЩЕ ПО КАКОМУ КАНАЛУ. Там в чём-то шёл разговор о пиратской музыке, брали интервью у студентов. И вот там вопрос, знаете, как был сформулирован? Пиратская ли музыка на вашем iPod? Не на плеере, а на iPod. Запросто услышать диалог. У тебя какой iPod? У меня Shuffle. А, у меня iPod Samsung. Я слышал. Серьёзно. Даже некоторые в самолётах говорят, выключите iPod. Да, да, да. Просит выключить ноутбуки, мобильные телефоны и iPod. Это действительно феноменальный успех. Вдумайтесь, около 80%, ну там в зависимости от времени и так далее. Рынка мирового – это iPod. Это только один производитель. И остальные 20% – это 10 тысяч других производителей. У них звучание же, говорят, самое идеальное. Да. Во-первых, когда он изначально в него закладывался стремление Джобса к идеалу. Вообще. В простоте. Вот он, символ, самый символ простоты. Все его видели вживую? Да, конечно. Маленький. До тысячи песен. И возможность управления прямо с наушников. Многие, я знаю, ну я от четырёх человек знаю, у них тупо iPod разных цветов под настроение. Залито музыка разная. Они подключают какое у меня настроение и слушают. Вы поймите, что Apple предлагает iPod для любого, для любой функциональности, по любой функциональности, для любого человека. Начиная вот от такого, у которого даже кнопки нет, ни одной. Вот. И заканчивая iPod Touch, который уже мультимедиа-комбайн, по-другому его не назвать. Его сейчас позиционируют как-то давать. Да, да. И он, кстати, Nintendo признала, что своим спадом продажи она обязана iPod Touch. Ребята, итак, iPod Shuffle. Маленький, яркие цвета, очень яркий, модный плеер. Следующий. Новый iPod Nano. С поддержкой и возможностью видеозаписи. Со встроенным FM-приемником функцией записи. То есть мы, если что-то боимся пропустить, ну, вернее, пропускаем, мы их записываем. Вопрос относительно приемников. Они в свое время же, ну, как бы вот год назад-два, они принципиально не встраивали... Да. Почему изменилась вот эта вот политика? Принципиальный подход не изменился, просто это расширение функционала. А принципиальный подход... Ну, вот на iPod Classic. 160 гигабайт. Зачем там радио? Ну, а на других, типа Shuffle? Не, не Shuffle, типа... Опять мимо. Nano хотя бы взять. Вот он, радио Nano. А до этого почему не было? И шагомер даже есть. В принципе, качество, качество, качество. А, понятно. Итак, iPod Nano очень яркие. Очень яркие. И iPod Nano это просто, это очень модная вещь. Действительно модная. Ну, и 40 тысяч композиций. До 40 тысяч. 36 часов работы. Ну, и, собственно говоря, iPod... iPod... Великолепный iPod. iPod Touch. Сейчас он позиционируется именно как... Вот, пожалуйста, еще игровая приставка. С... 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 Мы не можем музыку покупать. В России игры для iPod Touch, для iPhone мы можем их покупать. И, как бы, там бесплатные. Итак, iPod Touch. Это, как мы говорили, отличный плеер. Это великолепное интернет-устройство. Можно просматривать интернет, просматривать страницы, получать почту, смотреть видео на YouTube. То есть, нормальный интернет, функциональный интернет. Можно поставить вот платный, бесплатный, вот в App Store взять, а им мессенджер. И по айски трещать. Потому что здесь встроен модуль Wi-Fi. Находясь в Wi-Fi-зоне, мы можем, пожалуйста... Ну, а что такое? Их огромное количество. Можно по скетту позволить. У вас, кстати, Билайн Wi-Fi не начал? Да. Начал? Начал. Они же покрывают просто районами. Очень удобно. Я вот вырубаю обычно, но не пользуюсь я Wi-Fi. Ну, а так вот, если забываю, я все время вижу, висит у меня Билайн Wi-Fi. Постоянно по городу мотаюсь, у меня там Wi-Fi постоянно есть. Это отличный плеер с большим экраном, на котором очень удобно смотреть. Видео. Видео.